Оделись, как полные бюргеры. Нереально крутейшие апартаменты станут нашим домом на ближайшие ночи. Вот это вот стоит на две ночи. Так, бег на душу! Филесо фортуны с круфелями. Все бухие, пьяные в усмерть. Чем выпейте с чужой туфли? Как думаете, Миша сделает это? Мятая, извините за наш внешний вид. Но ночка была бессонная. Прилетели в аэропорт Мюнхена. Зачем прилетели-то? На Октоберфест. Спустились под землю. Ищем компанию Глобал. Тут здесь машина. Прокатная контора Глобал, где мы заказали машину. Стоим уже минут 40. Но в наша очередь уже подошла. Это просто трэш. За нами еще выстроилась огромная очередь. Уже времени 12 часов. Мы прилетели в 9. Сегодня мы в Германии. В самом сердце Баварии, в аэропорту Мюнхена. Прилетели на самый крупнейший фестиваль пива на Октоберфест. Который начинается в сентябре. Сейчас 23 сентября. И то мы уже на неделю опоздали. Но в самый разгар. Сегодня суббота, сегодня будет самая движуха. Забронировали машину, и как постоянным клиентам. Но сам грейд. Вместо Ford Focus целый Мерседес. Но на самом деле это их косяк, потому что не было наличия других свободных машин. Ну и наш маршрут из Баварии, Бирбарии, в Берлин. Поехали. Итак, как говорится, с корабля на бал. Ну или в нашем случае с самолета на фестиваль. Мы сразу направились, не теряя времени, в центр Мюнхена. Разведать, так сказать, обстановку. Ну провести, так сказать, рекогницировку. Вот мы подъезжаем уже к этому трезвенному лугу, где происходит вся движуха основная. 600 метров. Толпы, толпы народа. Вот по такому подвесному мостику идут жестко пить хмельной напиток. Нету мест вообще. Смотри, смотри, люди уезжают. Давай на их место сейчас. Суббота, с выходной, все приехали. Здесь и швейцарские номера, и болгарские. Стоп, стоп, стоп. Фаранзевек? Да. А, и фарта. Так, думаю, если мы будем выглядеть как московские копники, нам тут точно ничего не светит. Поэтому надо срочно пойти переодеться, чтобы сойти за местного. Друзья, честно сказать, мы абсолютно не ожидали, что каждый второй здесь будет в традиционном костюме. Это так круто. Сомнений не осталось. Переодеваемся. Нашли магазин, функциональная одежда. Давайте зайдем и узнаем, сколько стоят кожаные штанишки. Вот такие вот, видишь, написано «Соле». Соле, значит, что скидки. Вот нам предлагают полный набор экипировки, шорты из фетровой вот этой ткани кожаной, рубашку клетчатую и такие вот носки под ботинки. И все за 120 предлагали, но узнав, что мы из России, как всегда, это Русланд, Русланд, нам предлагают за 100. А так мы еще берем два экземпляра, за 200, два за 200. Я думаю, ради зрителей надо нам облачиться. Ну а в ответ мы просим всех зрителей обязательно подписаться на канал и поставить лайк этому видео. Эти кожаные штаны называются ледерхозы, и они стали популярными, потому что грубая материя стоила недорого и согревала в холода. Сейчас будем пить пиво и танцевать так. Только нам надо еще дать носки. Вот такая прикольная штучка, на самом деле. Не знаю, похожи мы на бюргеров или нет. Непонятно, на ком мы похожи. На каких-то Чиполино и Буратино, блин. Как вы считаете, стоит нам купить или нет? Финальный элемент – носочки. Вот такие, да, как это. Гольф. Вот такие, да, такие, как чулки такие надеваешь, и идешь вообще на этот самый. Какая вязочка. Хорошие, кстати, такие. Под нога их вообще говорят, что нужно натягивать по самые яйца. Это считается самая шик. Так не сисают яйца или так высокие носки натягиваются? Не знаю. Реально? Тут двояко можно. Можно так, с гольфами, а можно спустить их. А я даже не вижу, как это выглядит. Как, наверное, как глина. Я еще пока не одевал. Купились, переоделись. Вот наш друг. Ну что, пока, братан. Пока, братан. Пока, братан. Собас и бисит. Азо, пока. Айм Курди Теппер. Пойдем. Идем на Альдомерфест. Ну вот теперь совсем другое дело. И смешавшись с толпой, можно смело отправляться на Терезин Лук. Огромное специальное пространство в центре Мюнхена, где и проводится знаменитый пивной фестиваль. Вот так безлюдно и пустынно Терезин Лук выглядит до и после Актоберфеста. Ну а во время его проведения он выглядит совершенно иначе. Впрочем, сейчас вы все увидите сами. Мы уже во всеоружии, подготовились к Актоберфесту, оделись как полные бюргеры и идем на встречу приключения. Миша, ну тебя в толпе не отличить вообще от местного. Москва бургерс. Бюргерс или бургерс? Бюргерс. Кинг. Первые пивные гуляния были устроены в октябре 1810 года. В честь свадьбы кронпринца Людвига и принцессы Терезы Саксонской-Хильдбургхаусской. Ух, выговорил. Это так понравилось баварцам, что они решили повторять этот праздник каждый год. Ну а в память об этой истории место проведения фестиваля назвали Лук Терезы. Но самое главное на Актоберфест это вот эти пивные шатры. Куда мы сейчас пойдем? Во время фестиваля для посетителей открыты 14 больших и 15 малых пивных палаток. Право принимать участие в фестивале имеют только 6 мюнхенских пивоварен. Давайте быстро их перечислим. Шпатен. Августинер. Паланер. Хофброй. Ловенброй. И Хакерпшор. В которую сейчас мы и заходим. Сесть и продаватнешься. Очередь сортир. Это очередь сортир. Попали на Актоберфест. Попали в самый замест. Ну и немного цифр. Ежегодно Актоберфест посещает около 6 миллионов человек. Они выпивают 6 миллионов литров пива. Съедают миллион крендельков. Миллион сосисок. И полмиллиона жареных кур. Бежуха. Палерутый. 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 Пиво 10, 11 евро. 11 евро. Это литр целый. Это жесть. Ваше здоровье. Ну, конечно, я не прав. Пиво здесь наливают в специальные литровые пивные кружки. На немецком, кстати, они называются мааскру. Ну, или просто маас. Ну, а пинта будет стоить примерно 6 евро. Кухня, для которых следует для всего этого безобразия. Крылышки. Картошечка фри. Рульки. Крендельки. Смотрите, миллионы куриц. Реально тысячи куриц на вертелах. Для того, чтобы накормить вот эту вот толпун, которая здесь собралась и в немереных количествах поглощает пиво. Вот она, настоящая движуха. Закровищница. Пиво. Еще немного статистики. Обслуживают Октоберфест 12 тысяч человек. Так, последний глоток. И первый снаряд осилили. Сразу несем, сразу несем довольку. Я даже не представляю, сколько миллионов литров выпивается пиво здесь. Миш, как ты думаешь? Какая-то. Какая-то идея. Очень много. Ну, вы-то уже знаете ответ, что это 6 миллионов литров пива. Здесь уже сейчас столько много народу, что закрыли шаттеры секьюрити, никого не пускают. Да, реально там просто такая драка за вход. Мы успели последними войти. Друзья, это вообще реально какой-то трэш. Просто происходит трэш. Мы на втором этаже. На первом уже просто не протолкнуться, потому что все бухие, пьяные в усмерть. Хотя время еще только 5 часов. Ну, для первого знакомства достаточно. Это, так сказать, была разминка и разведка перед завтрашним боем. Ну, и Миша уже захлебывался слюной, но ему нельзя. Он водитель. И нам нужно ехать в наш гламурный кемпинг для чапарей. Куда приехал? Да ужас какой-то. Вообще. В кемпинг. Будем жить в палатках. Нам дали два браслетика. Один на проживание, второй на бесплатное пиво и сангрию в течение дня. Да, вот это мы попали. Ищем во всем этом адском месте нашу палатку номер G56. Это просто вообще трэш какой-то. Посмотрите, какое количество палаток на этой территории сосредоточено. В одной из них будем жить мы. Целых две ночи. Естественно, в Мюнхене в период Октоберфеста цены на отель улетают в космос. И они по карману только со стоятным бюргером. Ну, а что же делать молодым ребятам, которым хочется тусить? Для этой цели каждый год возводится Октоберфест All-Inclusive Кемпинг более чем на тысячу палаток. Сюда приезжают целые автобусы со студентами из соседних европейских городов. На территории есть отдельные душевые и туалетные блоки. Привет, пионерлагерь! Ну, а почему All-Inclusive вы увидите чуть позже. Ну что, нашел? Нереально крутейшие апартаменты станут нашим домом на ближайшие ночи. Вот это вот стоит на две ночи на минуточку 14 тысяч рублей за две ночи. Ну, это самая низкая цена в Мюнхене. Ну вот мы заселились. Как тебе наш домик-то? Вообще отлично. Покажи зрителям. В домике два спальных мешка. Без простыней, без одеял, без подложек. Какие-то подложки под спальные мешки. Еще зато вот есть два карманчика вот таких вот сбоку, где можно положить два стаканчика. Короче, никаких удобств, но зато веселая компашка и тысячи таких же палаток, как и мы. Да, ночка нас ожидает, я думаю, волнительная, шумная. Что тебя заинтересовало здесь? Здесь вот хорошо то, что на деревьях везде стоят такие подсказки. Подсказки для тех, кто остановился здесь на Октобер-фест. Вот здесь для девушек поставят подсказки. Don't be everybody knows, что дальше написано. Пойдем. У нас включено бесплатное пиво сангрей в течение всего дня. У нас включен завтрак и ужин. Ну, конечно, как бесплатно? Это все за 14 тысяч за две ночи. Ну, по факту бесплатно, потому что в Мюнхене в отеле жить во время Октобер-феста вообще нереальные деньги стоят. Перед нами выпили всего лишь навсего вот столько ящиков пива. Можно сдать. Миш, я думаю, мы внесем свою лепту в эти пустые бутылки, да? Бариш-хоф. Бариш-хел. Это реально бейер-вария, да, Миш? Да, бейер-вария. У нас есть паспорт. Паспорт – это вот такой браслет. Да, бар – это совершенно адское и самое развратное место в лагере. Пиво здесь наливают вообще без ограничений. А чтобы не билась посуда, используют маленький твердый пластиковый стаканчик, который выдается тебе один раз при заселении. И каждый носит его с собой. А вот там наливают баспортное пиво. Стоим уже 15 минут за едой. Пока очередь не сильно продлинулась. Перед нами такие девчушки-цахатушки. А что это? Кэс-кэсэ. Что это? Начо. Начо. Мексикан? Мексикан. Кстати, за едой можно было сделать только один единственный подход. Но нас это совсем не огорчало. Потому что за пивом можно было подходить сколько угодно раз. Что удивительно, оказалось, в кемпинге было огромное количество молодежи из США, Канады, Австралии, Новой Зеландии. Причем как среди туристов, так и среди обслуживающего персонала. Ну, уже смеркается. Большинство персоналей дошли до расслабленного состояния тела и разума. И начинается самый трэш под покровом ночи. Так, чуваки крутят колесо фортуны. От одного до восемь, что выпадет. Вот тут задание написано. Так, свет хорошо выпал, но чуваки что-то сморозили. На самом деле, это не колесо фортуны, а колесо неудачи. Ну, хотя, смотря с каким удовольствием и азартом большинство исполняет задания, для них это точно звездный час. Итак, расскажу поподробнее, в какие игры развлекаются в безнравственной Европе. Если ты крут, храбр и тебе есть что показать этому миру, то ты можешь крутануть колесо и должен будешь исполнить любое задание. Друзья, интересно, а для вас, что из этих заданий было бы фортуной, а что неудачей? Какие задания вы были бы готовы выполнить, а на какие вы бы не решились даже под воздействием расслабляющих напитков? Пишите в комментариях. Ну, как вы понимаете, наибольшей популярностью у публики пользовался, разумеется, бег-галышом. Если красивой девушке доставался какой-то другой пункт, то публика неистово требовала поменять его на желанный нудиран, нудиран, нудиран. Нашел грушки? Эй! Кровец! Еее! Прост! Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе Доброе утро! Турист! Провели мы прекрасную ночку под звук музыки и разговоры всех наций на свете. Такой трешок тут варится слегка. Мы немножко тоже помятые, извините за наш внешний вид. Но ночка была бессонная. Хорошо, что рано легали спать. Идем завтракать. А завтрак пью уже. Видишь надпись? Это переводится напиток. Они дают еду по нему. Нажераловка для американских туристов. Мы здесь в центре. Утро уже музыка. Телесо фортуны с кручелями. Те, кто вчера тут зажигал. Реально крутейшее место. Туалеты там, вагончиковые, души. Душ за 1 евро и в очереди полчаса. Но атмосфера просто крутейшая. Здесь такая движуха. Пожалуй, это такой, наверное, мега супер Октоберфест в пригороде Мюнхена. Да? Короче, это круто. Вот если здесь ты не был, то ты не видел Октоберфеста по-германски. Привет. Привет. Как ты? Хорошо, спасибо. Ты любишь Октоберфест? Да? Ты любишь Октоберфест? Да, это круто. Где ты? Австралия. Австралия. Мы решили поехать в Мюнхен, надо приодеться. Соответственно, вчерашний свежеприкупленный костюмчик, вот так вот он одевается. Смотри. В день, когда исполнилось мне 15 лет, подарила мама мне вязаный жакет. Ну что, пока мы протупились с кассовым аппаратом, поезд наш ушел, и мы остались одни на платформе. Ждем следующего поезда в центр Мюнхена. Но мы зато узнали, что если покупаешь групповой билет, то можно по цене двух людей возить сразу пять. Ну а чтобы сегодня нормально оттянуться, мы оставили машину и поехали в Мюнхен на электричке. Сегодня идем без преувеличения в самую известную и самую старую пивоварню Мюнхена, Хофбройхаус. Пойдемте, посмотрим. Самый крутой зал здесь, говорит, который расположен под открытым небом, такой шатер. Посмотрим. Есть ли там места? Пивоварня Хофбройхаус, или придворный пивной дом, была открыта в этом здании, вы только вдумайтесь, в 1607 году и служила более 200 лет исключительно баварским герцогам. Ну а с 1828 года она уже стала доступной для свободного посещения. В этой пивоварне наслаждались бокалом пенного практически все знаменитые немцы, от Вольфганга Амадея Моцарта до Гитлера. Но не только они любили хмельной напиток. Впрочем, об этом нам расскажет Михаил. Мир как, в дневной сад. С устами тут, по-моему, реальная напряженка. Хотя, вон там чуваки угодятся, стали побежать туда. В этом ресторане в Мюнхене в начале 20 века бывал и Адольф Гитлер, и Владимир Ильич Ленин с Надеждой Константиновной Крупской. Ленин же нелегально жил в Мюнхене какое-то время. Говорят, что Ленин расшифровывал символ этой пивоварни, вот, HB, как по-русски НВ, народная воля. Террористическая организация, которая действовала в то время против царского режима. Просто? Просто, как говорят немцы. Ност. Ност. Мы в самом центре Мюнхена, это Мариенплац, и перед нами открывается ратушная площадь. Это ратуша, главное здание, соответственно, муниципалитета города Мюнхена. Мюнхен немцы называют также Мюнхеном. Слово «мюни», которое мы видим на картах, это британцы. Британцы так транслитерировали этот альпийский городок. Из Хоффбройхауса, самой старой пивоварни города, мы сейчас идем пешком по центру Мюнхена на Луг Терезы. У-у-у! Вот. Да, разогревшись в Хоффбройхаусе, ну вы поняли, мы сразу направились на Луг. Именно так сокращенно говорят сами баварцы. И все сразу понимают, что идут они на Октоберфест. Но извините, друзья, красавец Мюнхен мы вам покажем в следующий раз. Сейчас, правда, не до него. Их продают повсюду. Кривной шатер, кренделек, баварская колбаска. Короче, хелси фут и зоши. Будет круто. Итальяне, амика, 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 амика. Руссия. И ты в Бурлесконе. В Бурлесконе, фрэнс. Сегодня воскресенье, и народу просто тьма. Ну а какой же праздник без карусели? Кстати, знаете ли вы, что все эти аттракционы и пивные павильоны собирают за два месяца до начала фестиваля? Ну а после него сразу демонтируют. Ну что, мы вернулись в Октоберфест. По-настоящему, праздновать по-настоящему. Что-то мы пришли. Наверное, надо прокатиться на какую-нибудь карусельку. Попробуем. Шляпу надо снять. Перед полетом. Вот он, Октоберфест. Перед полетаем. Представляем, чтобы вам показать Октоберфест с высоты. Да, слушай, так реально. Отсюда, отсюда, глаз, стоит бедончик. Йо, диджей. Страшно? Один, блядь. Отдыхаем по полной. От души. От сердца. Ну что, поздравляю, мы сделали это. Теперь можно по пиву. Можно и по пиву. В этот раз мы решили пофестивалить в палатке с почти полуторавековой историей. Оксенбраты рай. Или жаркой из быка, где разливают вкусное пиво Шпатен. Вестимость этой палатки 6 тысяч человек. Внутри. И еще полторы тысячи снаружи. Вход во все палатки бесплатный. Но столик нужно бронировать очень заблаговременно. И это уже отнюдь не бесплатно. Ну, конечно, мы со своей надеждой на авось ничего не бронировали. И просто пристраивались к разным веселым компашкам, которые нас с радостью принимали. Кстати, Мише Октоберфест позволил вспомнить немецкий язык, который у него был в пассиве. По его словам, после третьей кружки он уже прекрасно понимал немцев. Ну-ну, после пятой французов понимать начнет. В каждой палатке продают только несколько сортов пива конкретной пивоварни. Цены растут каждый год. Если в 2002-м, когда немцы перешли на евро, литровая кружка стоила 7 евро, то сейчас мы уже видим почти 11. Кстати, спортсмены, ну и прочие зожники тоже не обижены. И могут наравне со всеми принимать участие в Октоберфесте. Ведь в меню есть безалкогольное пиво. Правда, по такой же цене. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кремль? 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 Путин? Путин ТВ? Это красиво! Путиня? Путиня в этот день Кремль р hoe Противный! Противный! Гуляем по полной! Ну чё, африканки были, азиатки были, а кого ещё не было? Немок! Немок нет вообще, да? Одно турьё, турьё одно! Сплошное турьё вокруг! Друзья, прерву на минутку эту вакханалию, настало время розыгрыша! Сегодня мы готовы разыграть самый главный атрибут фестиваля «Октоберфест» Знаменитую литровую пивную кружку «Маск Рук» из павильона «Шпатен» Уверен, желающих будет очень много, поэтому вопрос зададим чуть-чуть посложнее Что 12 лет с 1995 по 2007 год верой и правдой служило на «Октоберфесте» Потом было продано в Москву В 2008 году помпезно открыто, но в 2011 году уже бесславно демонтировано Среди тех, кто правильно ответит на этот вопрос, мы и разыграем эту прекрасную пивную кружку Удачи! «Октоберфест» Кстати, видите этого блондина-голландца? Будучи навеселе, он постоянно залезал на стол и танцевал, что правилами категорически запрещено только на скамейках Ну и после нескольких предупреждений двое мощных security просто вынесли его из зала Вот собрались, все Прощай, лагерь Дай бог больше сюда не вернуться ни разу Потому что столько здоровья нету, чтобы здесь еще одну ночь провести хотя бы Ты, Дэн, хорошо выглядишь Да, все, палаточка наша, вещи собраны Ничего не подумайте, утром только кофе Ну что, друзья, вы думали, октоберфестом мы ограничимся? Нееееет Мы приехали в Штутгарт Здесь еще один фестиваль, называется «Фолькфест» или «Народный фестиваль» Народный фестиваль Сейчас такая же движутка в Мюнхене, даже может быть покруче Нет, у народа меньше, но также не покруче Но все аттракционы работают, даже два колеса обозрения Надо искать срочно, время уже 10 Наливают сейчас, еще один час только наливают пиво Надо искать срочно, где присесть Сегодня рабочий день, четверг И время уже позднее, поэтому мало народу, конечно, гуляет Многие уже домой идут Поэтому надо найти шатер, где еще хоть какая-то теплится жизнь И меньше людей уже национальной одежды Потому что мы уже не Бавария, а Баден-Вюккемберг Надо какую-то местную пивную марку найти Идет сюда Вот Здесь уже движутан идет Да, друзья Констаттерволькфест Или по-простому Штутгартские народные гуляния Является основным конкурентом Октоберфеста Проводится примерно в те же самые даты И привлекает порядка четырех с половиной миллионов человек Что делает его вторым в мире по размаху такого рода события То, что Фолькфест на несколько лет моложе его мюнхенского аналога и более компактен Не делает его более скучным А атмосфера здесь ничуть не менее веселая И это несмотря на то, что сегодня четверг, а завтра рабочий день Ну, видимо, на эти две недели работодатели в Германии дают поблажку своим сотрудникам Я думаю, вы уже успели заметить несколько отличий данного мероприятия от Октоберфеста Ну, давайте сравним Первое. На Фолькфесте атмосфера более домашняя Ну, потому что на Октоберфесте все-таки обилие иностранных гостей придает привкус такого туристического мероприятия Второе. Фолькфест, конечно, немыслим без песенных танцев Они занимают здесь столь важное место, как и пиво с закусками Ну, и третье. Фолькфест однозначно более демократичен Как по ценам, так и по запретам Здесь тебя не скрутят, если ты залезешь на стол Ну, хотя, зачем это делать? Фейсбук? 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 Фейсбук Фрэнс? Фейсбук Фрэнс? Сколько? Симон Мало, мало, мало Вот смотри, класс Да, работенку у официантов, конечно, адская Но и зарабатывают они за две недели пивного фестиваля прилично Около пяти тысячи евро вместе с чаевыми Посмотрите, 13 кружек за один раз И это не предел Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять Драть сев! Драть сев! Чувак, красавая! Рекорд же принадлежит баварцу Оливеру Штруфелю, который поднял и пронес 40 метров целых 29 полных литровых кружек, а это на минутку около 60 килограмм Женский же рекорд у миниатюрной Аниты Шварц, 19 полных кружек Шесть, шесть кружек взятых! Одной рукой! Нормально, давай! Все равно отец пил нормально! Взятые! Единственное небольшое разочарование пивного фестиваля Это то, что мы так и не увидели пышногрудых немецких красавиц, разносящих с десяток кружек которыми так пестрит рекламные ролики, фестивали и интернет. Миш, надо, надо! Итак, смертельный номер. Как по мне, так лучше тараканов в Таиланде съесть или летучую мышь на полау, чем выпить из чужой туфли. Как думаете, Миша сделает это? Прост! Йоо, диджей! Ты выпил из туфля какого-то чувака. Супер гуд! Супер гуд! Вот смотри, все идут, друг к другу за ручки держат. По отдельности уже люди идти не могут. Альбано! 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 Да, я тоже не устоял. И в меня влили все-таки какую-то гадость итальянские туристы. Аривидерчи! Аривидерчи! Друзья, снова я. Думаю, некорректно было бы заканчивать наш фильм про немецкий пивный фестиваль итальянским Аривидерчи. Поэтому скажу вам Auf Wiedersehen! До скорого свидания! Пока! Да, чуть не забыл. Мы против чрезмерного употребления алкоголя. Знайте меру. Берегите себя. Друзья, ставьте лайки, пишите комментарии и делитесь нашим фильмом в социальных сетях. Обязательно отвечайте правильно на вопросы и участвуйте в розыгрыше этой прекрасной пивной кружки с Октоберфеста. Свежеспижины. Ставим точку на карту. Мюнхен Октоберфест. Подписывайтесь на наш канал и открывайте мир вместе с нами. Начало романтической дороги. Дорога, которая проходит через 28 немецких городков. Одни единственные. Никого нет вообще. От нашего отеля до замка идти пешком пять минут. Как что-то красиво в этих альпийских странах. Что это вода ледникового происхождения. Расположена в долине, образовавшейся вследствие удара метеорита. Смотрите, какая красотень. Вау! Режуха как в Фраге, а, на Карловом мосту. Всем вина наливает. На стене, на этой, по всему периметру суммарно 42 башенки. У вас есть все шансы подать заявку на проживание вот в таком миленьком таунхаусе всего за 50 рублей. Исторический город. Исторический город Мёрдву и Мёрдву. Приехали в Вюрсберг, получили наш пятнадцатый штамп. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова